Какую-то группу активных лиц. Еще каким-то образом попытаемся выработать общую методику для того, чтобы увеличить процент вакцинации на сегодняшний день. Естественно, на всех собраниях, совещаниях приводите личные примеры. У меня есть ребята, которые, как говорится, до 30 лет чуть не возвратно не ушли. Тому есть примеры такие нехорошие. И хорошее, слава Богу, кто выздоровел, поэтому мы будем приносить, доносить, рассказывать. Есть также, если говорить как в депутатской деятельности, там тоже самый частный сектор, в большей части, это вот у меня район Малый, Горняк и поселок Южный, механизация. То там есть у нас, есть созданные группы, да, внутри поселка, где активно, опять же, основная масса. Ну а люди там активно прививаются, на вашем счете? Там идет процент разный. То есть все в зависимости от территории. Естественно, будем, опять же, выходить и на активных граждан по улицам. Сейчас начнутся, опять же, сходы граждан по частному сектору, в том числе и в рамках палатка. Опять же, то есть будем выходить, общаться. Есть и старшие по улицам, есть и просто активные люди, которые... Максим Сергеевич, а что раньше мешало отправить этих активных людей? Ведь пандемия у нас уже два года. Третий год уже, да, абсолютно право. Да, да, активно такая фаза вакцинации. На сегодняшний день мы все занимались той активной позицией, которая у нас была, которую нам дало правительство, установку, личная какая-то бояль. Все не понимали, работают, не работают у нас с прививкой, в том числе. Мы же можем друг другу в зеркало встать и это спросить. Много из вас, кто вакцинировался, кто-то еще и покупал справки, в том числе. Все мы это знаем. На сегодняшний день сейчас этот этап весь прошел. Все столкнулись с потерей где-то своих родственников, друзей. Ну и на сегодняшний день там все говорят, да, там, началась война на Украине, все забыли про вакцинацию, никто ни о чем не забыл. На сегодняшний день новая установка, есть новые, как говорится, веяния. Давайте будем пробовать дойти до 80% в том числе. Это же касается нас всех, наших бабушек, родителей и детей в том числе. Будем, естественно, смотреть, пробовать. Это же наши, опять же, работники, друзья, родственники. Здесь не в том плане, что... Я прошу прощения, но у нас, во-первых, никакой войны на Украине нет, а есть специальная операция. Вам, Дарья, из нас никто прививки не покупал? Вот сейчас на конкретно у нас обернули. Я не вас обернула. Нет, ни в коем. Он просто говорил. Я говорю, в общем, что у нас на сегодняшний день были эти прецеденты, они были выявлены, эти прецеденты. С ними сейчас на сегодняшний день, как говорится, закрыли вопрос. И сейчас люди именно остались в сомнениях. Вот этот процент, который не пришел, они просто сомневаются. Мы им пытались... А сколько таких справок вы делали назад? Ну, это надо уже смотреть и правоохранительных органов.